Резню в центре Лондона устроил норвежец сомалийского происхождения. Однако с 2002 года он числится среди выехавших из королевства. Это рассказали в МИД Норвегии. Нападавшему темнокожим мужчине 19 лет, и в полиции отмечают, скорее всего, злоумышленник страдает душевным расстройством. Мы арестовали человека по подозрению в убийстве. Он за решеткой. Исследователи выясняют все подробности этой ужасной атаки. Могу сказать, что мы быстро продвигаемся вперед. На месте работают спецслужбы и антитеррористические подразделения. А вот связи с группировкой ИГИЛ пока власти найти не могут. Впрочем, это не значит, что ее нет. Следствие продолжается. Стало известно, что убитая во время атаки женщины была американкой. В числе других пострадавших британцы, американец, израильтянин и австралиец. Сейчас трое раненых уже выписаны из госпиталя. Еще двое остаются в больнице. Тем временем в центре Лондона усилили меры безопасности. Теперь на улице британской столицы дополнительно выйдут около 600 вооруженных силовиков. Полиции подчеркивают, что это всего лишь мера предосторожности. Данных о подготовке новых атак нет. Тем не менее, пока стражи порядка не исключают, версия о теракте и просят всех сохранять спокойствие и бдительность. К этому же призывает и мэр Лондона Садик Хан. Вы должны не бояться подойти к полицейским, ведь они здесь, чтобы помочь нам. Они работают очень напряженно, но им тоже нужна наша помощь. Накануне неизвестный устроил резню в центре Лондона. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. Нападение случилось около 11 вечера по местному времени на Расселсквер в центральной части Лондона. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. Прибывшие полицейские нашли на месте происшествия шестерых пострадавших. Позже 60-летняя женщина скончалась. Самого преступника задержали на месте инцидента, и сейчас он находится в больнице лондонского следственного изолятора. Продолжение следует...